Добрый день! Очень рад видеть Алексея Михайловича, Андрея Петровича, Андрея Дмитриевича, всех коллег. Спасибо за честь, предоставленную мне, выступить на таком замечательном и большом форуме. И, конечно, доклад, который мне поручили сделать, он очень практический. И наш опыт действительно, может быть, в этом будет показан и в какой-то степени опыт нашей страны в плане активного выявления с использованием единственной такой программы диспансеризации, где есть онкологический компонент. И хотя мы говорим об эпидемии, о пандемии и об отмене всех профилактических мероприятий, я надеюсь, что вот этот опыт, он не станет глубокой историей и не будет отменен, а будет применен все-таки. Тем более есть сведения, что органы санэпидслужбы, Роспотребнадзора рекомендуют Минздраву на местах, ну, в зависимости от эпидемиологической обстановки и постепенного отказа от ограничительных мероприятий, все-таки рекомендует вернуться к профилактическим мероприятиям. Это важно, это важно. Пожалуйста, давайте нашу презентацию. Итак, разрешите немножечко статистика, динамика показателей в Республике Татарстан. Мы буквально 10 лет назад писали призму президенту, мы говорили там о каждом 48-м случае, что каждый 48-й житель Республики Татарстан заболевает. А видите, контингент растет, и сегодня уже 34-й житель каждый болеет злокачественным образованием. И за последние 11 лет, в отличие от России, где вот Андрей Дмитриевич показывал данные, где-то на 12-14% выросла заболеваемость, у нас выросла на 28 с лишним процентов, но тем не менее, видите, стабильна смертность. Конечно, нам хочется большего. И поручено больше. Глобальные задачи совершенно стоят перед здравоохранением, перед онкологической службой. Вот то, что даже при таком росте, при таких темпах увеличения заболеваемости, стабильная смертность – это уже победа. Обратите внимание на структуру заболеваемости. И, конечно же, это важно, поскольку в структуре заболеваемости очень много локализаций, то есть лидирующих позиций, локализаций, которые имеют технологии, ну так скажем, раннего выявления. И мероприятия по снижению смертности от злокачественных наобразований, от онкологических заболеваний. Смотрите, профилактика, раннего выявления, специализированное лечение, плотивная помощь, реабилитация, диспансерное наблюдение. И в последнее время, к сожалению, даже не в связи с эпидемией, все меньше и меньше обращается внимание на профилактику и раннего выявления. Вы скажете, это не так. А я скажу, что больше обращать внимание на специализированное лечение, те же самые ЦАОП, открытие дневных стационаров, увеличение доли химиотерапии и так далее, и так далее. Хотя, на самом деле, я согласен где-то с Тиграном Гагиковичем, что ЦАОП – это надуманное совершенно, так сказать, понятие, поскольку межрайонное амбулаторно-онкологическое отделение полностью отвечало тем потребностям, которые пытаются навязать и объяснить потребность в создании ЦАОП. Поэтому раннее выявление, конечно же, и еще по данным 2019 года, начало 2020 года я увидел, что все-таки повсеместно снижается план по диспансеризации, охват диспансеризации. Все меньше и меньше выделяется средств. Это не радует. Поэтому потенциал у диспансеризации очень большой. Посмотрите, и 2013 год, когда только стартовала диспансеризация, 49 с лишним процентов локализации, злокачественного образования, и причем от них и доля смертности 32 процента. Это были те локализации, которые возможно выявлять различными доказанными технологиями при диспансеризации. В 2019 году это составило почти 49 процентов и более 33 процентов доля смертности от этих локализаций. Ресурсы для реализации программ раннего выявления. И я специально здесь, мы не указали, что именно диспансеризация. Какая бы ни была программа раннего выявления, пусть это будет, мы назовем это, скрининг, как любят наши ведущие специалисты, тем не менее, вы видите, врачей-онкологов совершенно немного. И дефицит онкологов, он еще, так сказать, показан уже в докладах, но я думаю, что его еще больше, еще больше. А вот врачей-общепрактика, участковых врачей, среднего медицинского персонала значительно больше. И все равно мы уповаем на первичное звено. И, конечно же, эту программу должна выполнять общая лечебная сеть. У нас других ресурсов нет. Другой вопрос, что этому нужно помогать, нужно способствовать, нужно руководить этим процессом, собственно, чем мы и занялись в Республике Тарстан. Поскольку у нас достаточно серьезный опыт, еще начиная с прошлого века, то есть с 20-го, но новейшей историей мы занимались отраслевыми программами по графическому скринингу. Здесь нарабатывали опыт с работой со здоровым, так условно здоровым населением. И цитологический скрининг мы впервые в России включили в программу госгарантий. В 2009 году, в 2010 году мы разработали и опробировали организационную модель скрининга колоритального рака. А потом посмотрели, как, если соединить все имеющиеся технологии, вот и разработали, внедрили комплексную технологию скрининга четырех локализаций. Собственно, что и было реализовано и рекомендовано в программе диспансеризации. И вот в пилоте мы посмотрели около пяти тысяч человек, и для себя это было сделано силами онкологов. Мы определили по каждой локализации целевой показатель, то есть мы как бы приняли это за эталон. И когда грянула диспансеризация, посмотрите, приказ от декабря 2012 года, здесь и все эти локализации как раз были учтены и ПСА, и КАЛ на скрытую кровь, и осмотр акушерки, и цитологический скрин, кламмографии, и КАЛ на скрытую кровь, да, тоже у женщин. Мы подумали, и наш опыт вот в пилоте мы рекомендовали общей лечебной сети. То есть как бы стандарт. При исследовании молочных желез используют систему БИРАТ, цитологическое исследование, окрашивание маска по методу Пап Николаева, иммунотормодеметрический способ исследования КАЛ на скрытую кровь. Исследование крови на общий простатский специфический антиген, иммунохимилевисценным способом, но тем не менее, медицинские учреждения общей лечебной сети, как только не извращались, чтобы не выполнять эти стандарты, и мы все-таки решили, и показатели, видите, они очень сильно отличались от целевых. Вот голубым – это то, что получили онкологи в пилоте, а красным – это то, что получила общая лечебная сеть в 2013 году. Вот заставил нас задуматься и все-таки централизовать эти исследования. Порядки все время изменялись по диспансеризации, то исключалось ПСА в российском масштабе, но все-таки сохранили. И вот в Татарстане несколько изменив, может быть, охват возрастной. И условиями, факторами эффективности первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения – это, конечно, стандартизованные методы. А стандартизованные методы мы решили централизовать, дабы не было соблазна и накапливался опыт и качество этой работы. Результаты представлены, видите, из года в год улучшалось выявление при всех локализациях. Ну, прошу обратить внимание на шейку матки. Здесь программа, та программа, о которой я говорил, которая была включена в госгарантии с 2009 года, она продолжала работать и была альтернативной диспансеризацией. И вот здесь я хочу обратить внимание, что все-таки нужна одна программа, но которая бы работала и за которую мы все, так сказать, поддерживали со всех сторон и добились высочайшего качества работы. Альтернативные программы, они отнимают силы, и в конечном итоге можно не достичь желаемого результата. А силы и средства будут использованы. Поэтому не так уж плохо по раку шейки матки в Татарстане, но тем не менее вот диспансеризация здесь... Ну и обратите внимание, вот мы суммирующие, так сказать, взяли результат. Ну, опять-таки, по шейке матки здесь вызывает вопрос. Я объяснил почему, но в целом по каждой локализации мы достигли вот за эти годы улучшения результатов выявлений. И, собственно, был год, это был год 18-й, 14% всех выявленных злокачественного образования, от всех выявленных злокачественного образования, это было при диспансеризации, использовании. Ну и вы видите, что и почти треть рака молочной железы выявляется при диспансеризации, причём очень много ранних форм, и неуклонно снижается запущенность. То же самое при раке шейки матки, хотя цитологических исследований, видите, становится меньше. При колоректальном раке, здесь и прямая, и толстая кишка, абсолютное число выявленных случаев всё больше и больше. Причём при диспансеризации это особенно заметно. Ранних форм становится не в пример больше. И в целом вы видите на первой-второй стадии при диспансеризации гораздо выше эффективность, чем в общей популяции. И запущенность снижается как результат. То же самое по предстательной железе. Но по предстательной железе, конечно же, тут тоже вопросы. Поскольку есть кампания в Российской Федерации борьбы с ПСА для выявления злокачественного образования. Это и в мире дискутируется. Хотя моё глубокое убеждение, что этот тест нужно правильно использовать и ни в коем случае не запугивать население, а чётко и ясно выполнять, так сказать, стандарты. Ну и влияние профилактических программ на раннее выявление. Обратите внимание, что из года в год увеличивается, вернее, за это время, начиная с 2012 года и по данным 2019 года, увеличилась доля первой стадии. Вот это уже настоящий эффект. То есть накопительно мы достигли этого. Вот по предстательной железе, правда, опять-таки, вот эти провалы, вот эта чехарда, она сразу сказалась, видите, здесь наоборот, снижение первых стадий. А всё-таки мы говорим, хотя мы и говорим, что раннее выявление – это первая-вторая стадия, но на самом деле это не так. Вторая стадия зачастую – это уже ушедший или набравший скорость поезд. Итак, основные проблемы программы диспансеризации определённых групп взрослого населения. Низкая явка, мы раньше говорили, а сегодня при пандемии вообще отсутствие явки, да, мы её сами отменили. Не в полной мере реализована система проведения второго этапа диспансеризации. Вот эти межрайонные онкологические отделения, амбулаторные, или ЦАОПы, пусть будут, они прежде всего должны быть направлены не на реализацию программ химиотерапии. Ведь химиотерапия, как правило, это всё-таки далеко зашедшая форма за качественное образование. А прежде всего нет системы, уточняющей диагностики. Вот для чего они должны быть использованы. А это отдано на откуп и на финансирование регионов. В регионах не до конца понимают, зачем. Ну, в общем, чехарда продолжается. И на самом деле вот этот вопрос, он не решён в масштабах страны. Общие очереди в очередях стоят на кованоскопии и так далее, и так далее. Вот здесь вот требуют доработку. В Татарстане есть определённые наработки, опыт, но мы в других докладах поделимся. Ну и отсутствие информационной системы для мониторинга пациентов, прошедших диспансеризацию. Причём больше всего нас интересуют предопухолевые забоевания, доброкачественные опухоли и так далее, для того, чтобы создавать диспансерные группы. Ну, разрешите поблагодарить за внимание. Спасибо.